Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Наталья Павлюк, я врач-диетолог. У меня уже 10 лет стажа, я обожаю диетологию и завела вот этот вот бук, чтобы делиться с вами своими знаниями. А их у меня много. Сегодня я хотела бы вам рассказать, какие крупы у меня есть дома. Вообще, зачем я это рассказываю? Очень часто у меня на приеме, ну и вообще пациенты в переписке спрашивают, а что же мне есть, какие крупы должны присутствовать в моем рационе. Давайте я попробую вам показать и рассказать, что же есть у меня дома. Самая часто встречающаяся в рационе крупа – это пшеничная крупа. Ее мы получаем, встречаем в своем рационе в виде хлеба. Хлеб у многих людей практически каждый день бывает. Я, например, хлеб пшеничный пеку делаю цельнозерновой примерно два раза в неделю. Но у каждого свой выбор. Я просто стараюсь не есть один и тот же продукт каждый день. Вот. Пшеничная крупа. Пшеничная крупа – вот это вот мелкая сечка. Она готовится достаточно быстро, 15-25 минут, и каша готова для завтрака. Я обычно такую кашу делаю на молоке. Есть еще цельная пшеничная крупа. Ее здесь у меня сейчас в данный момент нету. Ее надо замачивать с вечера. Ее надо варить почти 60 минут. И обычно я ее использую как гарнир на обед. После пшеничной крупы хотелось бы сказать про полбу. Полбы у меня здесь тоже нету в данный момент. Но ее тоже можно включать в свой рацион. Это хороший вариант. Это, можно сказать, вариант очень близкий к пшенице. После пшеницы надо сказать про ржаную крупу. Вот у меня цельная ржаная крупа. Такую крупу надо замачивать с вечера и долго варить практически 60 минут тоже. Ну, кто-то может готовить ее и в течение 30 минут. Ну, вот я обычно ее готовлю достаточно долго. Ну, здесь вот написано 40 минут. Но 60 минут, тогда крупа получится более мягкой. И ее можно дать маленькому ребенку. Вот. Если не хочется долго возиться, есть ржаные хлопья, которые готовятся 10 минут. Также можно приготовить их на молоке. Это вариант достаточно быстрого завтрака. После ржи, да, можно сказать про овес. Вот есть два варианта у меня овсяных хлопьев. Это 15 минут готовятся, эти готовятся 5 минут. Вот эти вот, этот вариант будет более полезный. Эти я в первый раз взяла на пробу. Хотелось посмотреть, что и как. Также есть цельнозерновой овес. Но, к сожалению, на овес у меня аллергия. Поэтому овса дома обычно много не бывает. Эти варианты я пробую иногда, а так в основном для своих близких готовлю, чтобы их порадовать. Так. Дальше. Есть такой вариант, как киноа. Достаточно дорогой вариант. Но, тем не менее, иногда можно его готовить. Дальше. Гречка. Гречку все знают, ее представлять не надо. Тоже достаточно частый гость на моем столе. Вот это вот кукурузная крупа. Кукурузная крупа встречается в продаже в разном помоле. Да, бывает мелкая, бывает более крупная. Я предпочитаю более крупной, потому что у более крупной, ниже гликемический индекс. И вообще, чем более обработанный и измельчен продукт, тем он менее полезен для здоровья. Вот. Кукурузная крупа. Про что мы еще не сказали. Вот. Вот это вот ячмень. Перловая крупа. Есть ячка, есть обычная перловка. Ячмень – это крупа, у которой самый низкий гликемический индекс. Как и овес, такая крупа содержит бета-глюкан, который очень полезен для нашего здоровья. Это растворенные пищевые волокна. Рис. Рис бывает разный, их огромное количество видов. Вот этот вот вариант у меня в данный момент. Это смесь коричневого длиннозерного риса и красного риса. Готовится чуть дольше, чем обычный белый рис, но более полезно для здоровья. Белый рис я практически и не покупаю. Дальше. Пшено. Пшено тоже достаточно хороший вариант. Обычно я смешиваю пшено с кинова. Также из пшена делаю кашу с тыквой. Это традиционная каша, к которой мы уже даже все привыкли. Вот. После пшена, про что я еще не сказала. Да, попробуем вернуться к пшенице. И я не сказала про макароны. Макароны – это еще один вариант включения пшеницы в рацион. Макароны бывают обычные, из твердых сортов пшеницы, группа А. Вот это вот хорошие макароны. Ну, производитель не важен, да. Самое главное – смотрите, чтобы они были из твердых сортов пшеницы и были группы А. Кроме вот таких вот макаронов, есть еще цельнозерновые макароны. Вот они, сейчас я их вам покажу. Такие макароны, они более полезны, в них больше полезных питательных веществ, в них больше пищевых волокон, однако они чуть меньше нравятся некоторым людям. Например, у меня ребенку они меньше понравились, мужу они меньше нравятся. Мне они нравятся точно так же, как и обычные макароны. Но это тоже хорошие макароны группы А, они полезные, их можно включать в свое питание, ну, например, на обед. Очень хороший вариант гарнира, можно очень много всего придумать. Так, ну, наверное, и все. Подытожим, какие группы можно включать в свой рацион. Пшеница, полба, рожь, ячмень, овес, рис, гречка, про что мне сказали, про пшено, кенуа. Закончили разговор парокрупы. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и вкусных блюд!